мои дорогие всем огромный привет рада вас видеть с вами лена добро пожаловать ко мне домой а то я постоянно где-то в шопинг-центрах снимаю свое видео а сейчас я нахожусь на своей территории чувствую себя максимально комфортно поэтому советую тоже удобно присесть провести со мной время очень спокойно энергетически приятно и так далее если вы только пришли на мой канал здравствуйте я вас приветствую и советую подписаться потому что я люблю дружить с людьми моя основная работа профессия про людей и вообще я люблю расширять круг знакомств это очень полезно сегодня я решила подумать про базовые вещи про топ базовых вещей на осень что модно носить плюс у меня здесь будет распаковка базовых гардероб это что-то очень универсальное и мне как творческому человеку составить такой гардероб иногда очень тяжело потому что иногда бывают такие всплески эмоций иногда я поддаюсь маркетингу то что там иногда постоянно когда вижу красивую вещь когда вижу сейл такое бывает но со временем я начинаю понимать что вещей их обилие настолько огромная их выбор настолько огромный столько магазинов инстаграм всего что действительно если мы будем просто за каждой картинкой следовать мы просто разоримся а сейчас вещи находятся на таком конвейере мне кажется что нужно выбирать что-то реально классно избирательное с прогнозированием на то что эта вещь у вас еще может быть хотя бы на следующий сезон также у меня здесь есть ароматы но я вас немножко поинтригую почему вот у меня сейчас на полочке стоит три основных аромата помимо тех которые я тестирую для обзоров разнашиваю есть три любимчика на осень и конечно посмотрим сзади меня смотрите какая шикарная шляпа ну начинаем первая вещь которую я прикупила на то время пока не очень похолодает сейчас очень модно сочетание пуховик джинсовая куртка сейчас очень круто что модно удлиненные силуэты и наконец-то есть выбор либо вы покупаете например косуху или куртку любую короткую что очень красиво смотрится либо длинную то что закрывает все там все пятые точки я у меня есть это это но я считаю что длинные вещи намного скажем практичнее особенно если холодно когда холодно ты чаще не думаешь чтобы быть красивая чтобы быть красивой и чтобы тебе было тепло поэтому я купила в этом сезоне ряд таких вещей один из трендов это удлиненные силуэты и я говорю спасибо трендам за это потому что посмотрите как круто смотрится джинсовая курточка на таком силуэте на самом деле мне кажется что обыгрывать это можно очень базово очень красиво и практично то есть ты одеваешь и не думаешь как это делать таким образом если вы что-то присматриваете в базовый гардероб советую вам взять светлую удлиненную косуху которая защитит вас от ветра также ее можно сочетать с джинсовой курткой да сейчас многослойность она такая очень базовая двухцветная может быть и мне кажется смотрится круто повседневно и в то же время но более-менее нарядно возможно не так элегантно как хотелось бы да там но я не из тех людей которые любят носить платье осенью еще одна базовая вещь вашего осеннего гардероба это конечно же жилет жилетов сейчас ой не могу просто если один раз я открыла помню недавно вот инстаграм и просто залайкала пару жилетов об господи на меня просто посыпалась реклама именно жилетов разных магазинов и я поняла что сейчас каждый дизайнер каждый магазин пытается найти какой-то уникальный формат жилета чтобы он был не такой как у всех какой-то новый цвет там супер какой-то красивый хаки я за практичные вещи и прикупила себе вот посмотрите какой интересный базовый жилет и я считаю что это очень классная универсальная вещь на каждый день даже успела выгулять его пару раз когда моросила дождил я в данном случае выбрала удлиненные черные брюки которые сейчас в тренде вот такие они слегка расклешенные такие прямые да ну чуть-чуть с клешиком у бренда stradivarius нашла идеальный как для меня такой черный не слишком черно-серый в общем цвет не слишком темный медучерный и вот уже успела успела выгулить этот жилет пару раз и просто я в восторге поэтому покупаю что-то свой базовый гардероб вещь номер два это жилет и раз уж мы с вами коснулись темы джинса то формируя свой базовый гардероб я пришла к выводу что я в принципе могу за сезон выносить две пары джинсов ну я пыталась покупать там разные брюки разные цвета но по факту я понимаю что то что я ношу каждый день не для того чтобы быть нарядной чтобы быть просто красивой в повседневный день это как правило до двое штанов также помимо разных утепленных рубашек я смотрю что уже второй год если не третий ну я не стилист и не позиционирую себя так а просто пытаюсь делиться с вами с вами личными наблюдениями когда-то до 2 года назад я в h&m приобрела просто невероятную кожаную рубашку на таких кнопочках она мне показалась очень стильная и потом я ее носила 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 и заметила что в этом году тоже кое-где в магазинах это такая кожаная рубашка проскальзывает как такой тренд и я думаю что в принципе сейчас тренд на рубашке они могут быть совершенно разные и опять таки это очень практичная вещь как под куртку чтобы уже действительно закамуфлироваться полностью от ветра от непогоды и либо же как-то сочетать если это текстиль то можно очень красиво это все разложить многослой на футболочку рубашку верхнюю одежду и тогда образ будет невероятно красивым и вы можете это носить не один сезон а несколько сезонов так это точно еще один тренд это кардиганы опять-таки вот такие базовые вещи но то что трендовая уверена что кардиганы вот если в прошлом сезоне не только вот так вот заходили очень плавно в этом сезоне просто интернет стилисты все пестрит тем что нужно нужно такая бабушкина кофта на пуговицах которая закрывает вашу попу это еще один тренд который я думаю задержится и будет вас радовать не один сезон обилие кардиганов их разнообразие просто невероятное я выбрала какой-то более базовый потому что у меня очень много ярких оттенков гардеробе поскольку это базовый гардероб иногда нужно остановиться на черно-белом на каких-то классических оттенках и мне очень нравится что я выбрала именно этот оттенок потому что он отлично смотрится с теми же базовыми черными джинсами о которых я постоянно сейчас говорю в этом выпуске плюс кардиган очень фотогенично смотрится вот если вы любите инстаграм на эти фоточки если вы любите вообще себя в новом образе то кардиган это именно та вещь которая была модна очень очень давно и вот она возвращается и вы которые привыкли себя видеть вот так то так то легко с помощью одной базовой вещи можете поменять свой образ и посмотреть на себя по-другому еще один супер тренд этого сезона который я тоже уверена зайдет в базовый гардероб как минимум на два года это воротнички это трикотажные какие-то утепленные штуки вот с такими воротниками я считаю что это очень прикольно смотрится слегка официально но если вы хотите какую-то трендовую в то же время базовую вещь а я люблю когда можно убить убить одним выбором двух зайцев то выбирайте что-то такое я выбрала я выбрала эту вещь в магазине мангу причем на распродаже и очень довольна потому что у нас посмотрите как прикольно сочетается с теми же джинсами и их вообще можно носить совсем вы же видите сами они настолько универсальны что поддерживают мой любой образ это еще одна базовая вещь в сезоне must have если вы прям следите за трендами например еще одна тоже такая вещь с воротничком который вам сейчас продемонстрирую она вроде бы воротничок но она идет с такими длинными длинными как это сказать короче с длинным-длинным каким-то поясом который можно обвязать вокруг талии и это смотрится тоже очень интересно необычно и как вы видите здесь более такой подчеркивающий фигуру стиль я выбрала таких две вещи я думаю что мне будет достаточно чтобы поддержать тему воротничков то что может зайти вам ваш базовый гардероб и то что может быть также как демонстрация того что вы разбираетесь в трендах давайте поговорим про ароматы а потом делаем такую сделаем такую распаковочку первый аромат который сейчас кто смотрел мой обзор и я купила его в магазине zara вслепую по но там в заре была распродажа zara uk англия я нашла аромат который был в белом флаконе он назывался фан ну то есть женщина да и мне захотелось что-то вот такое белое оно было как-то очень стильно в общем как как-то вот комбинация того что я прочитала и как он визуально выглядит меня соблазнила этот аромат очень долго стоял теперь я поняла что он для холодного сезона просто самое но это такой сладко мускусный очень радостный при этом аромат базовый его еле слышно но я от него получаю комплименты кто бы мог подумать что такое выпускает zara есть ароматы у зары которые для меня немножко вот выдают синтетику ну как бы я очень осторожно но здесь слушайте почему бы и нет тем более за каких-то там по моему я его купила за 10 фунтов дальше математика от вас наконец-то пришел момент и сезон воспользоваться очень радостным ароматом fis de joie от серже лютанца мне его подарили и я очень этому рада в такой вот очень маленькой версии потому что ну огромное количество ароматов сейчас в моей жизни но хочется чтобы у меня был приятный спутник это очень-очень такое знаете это просто ядовитый аромат это какой-то пользу в общем это яд сладкий цветочно асман тусово жасминовый насыщенный яд я не скажу что этот аромат комплиментарные но то что он возьмет вас в тиски но послушайте на холоде такие ароматы ведут себя вообще отлично и еще также пришло время просто невероятного такого аромата вот я честно нигде не слышала и являюсь фанатом серии george armani си периодически подхожу к разным расцветкам флакона но считаю что черный флакон бренда побеждает абсолютно короче сразил наповал это очень красивая осенняя композиция сладкая черная смородина какая-то там еще и слива вкусная и какие-то еще сухофрукты орехи и цветы возможно я уже не помню по базе но вот этот аромат для меня не то чтобы сексе вот аромат который меня прям заводит это я вам по секрету рассказываю и вообще каждый раз когда им пользуюсь все спрашивают что что это что это за аромат и так при вас открываю кто ненавидит шорох бумаги простите а кто-то наоборот от этого кайфует не знаю что меня сподвигло купить вот эту вещицу но мне очень хочется ее распаковать вместе с вами я подумала что не все время же свитера хочется какой-то красивый топ какого-то освежающего яркого оттенка чтобы его померить чтобы его вам показать чтобы он был интересный сексуальный давайте посмотрим как он смотрится я считаю что очень даже удачно вот с моими джинсами прямо сейчас я обещаю в ближайшее время в нем появиться где-нибудь видео потому что это очень классная вещь топы с какими-то вот такими сейчас красивыми фонариками очень модная вещь дальше то что кстати будет и базово и трендово это всякие всевозможные трикотажные изделия здесь кстати трикотаж не очень хорошего качества ну да ладно зато здесь есть вот такая какая-то очень легенькая цепь смотрите которая дополняет этот образ и такая черная вещь и очень смотрится так строго нарядно и при мне сейчас захотелось мой черный флакон использовать аромата под этот образ мне очень очень нравится то что я сейчас вижу еще практически все мы сегодня с вами распаковали у меня по всему тут по всей зоне моей съемки летают вещи одежда но очень хочу вам показать практичные вещи не забывайте что еще одна вещь которая должна быть вашем гардеробе это конечно свитшоты и худи я решила под свою жилетку купить какую-то серую вещь это такая объемная объемная штука но с фиксацией тут написано stronger буду сильнее также мне нравится что она как бы под горлышко единственное не совсем понимаю это мой вообще размер или нет ну вроде бы эска но ой посмотрите он на утеплителе то есть в этой штуке будет очень и очень и очень круто давайте посмотрим как она смотрится мне кажется что стилево базово и вместо очередного там 25 свитшота или худи с капюшоном при смотритесь к таким вещам вот я люблю что-то оригинальное найти и в этом и будет и базовость и то что у вас будет выделять вы знаете бывает чит милл еда которая не полезна бывает чит покупки когда вы типа смотрите о прикольно прикольно и понимаешь потом когда к тебе вещь приходит я ее кстати еще не распаковала и не знаю как она смотрится что что она такая инстаграмная что она такая классная но потом понимаешь что ты в ней в принципе может ты не всегда появишь то сейчас они совсем понимаю расцветка и вообще что что я наверное что-то пила в этот момент в каком-то было настроение раскрываю при вас это такой костюмчик который просто купила на распродаже он прям был вообще для меня идеальным да вот такая мини-юбка я думаю что это просто уже будет ждать меня следующего года но хочу вам показать что иногда мне нравятся такие странные вещи я просто творческий человек очень хочу вам показать как она будет смотреться вы мне скажете да или нет мне просто интересно что вообще люди сейчас носят сейчас подождите я включу красивую музыку такую трендовую фэшн музыку под это все дело и мой показ будет иметь совершенно другой окрас у нас